Если вы уже задумываетесь о наряде для новогоднего корпоратива, но все еще не знаете, на чем остановить свой выбор, этот ролик для вас. Я сегодня одета как мисс снежинка на утреннике. Напишите в комментариях, кем чаще всего были наряжены вы на елке. Всем привет, с вами Юля, я создатель бренда Julia F, и сегодня мы с вами поговорим о возможных нарядах для встречи нового 2024 года. Видео несет вдохновляющий характер, и я ни в коем случае не настаиваю и не навязываю свое мнение. Для вдохновения и какого-то разнообразия предлагаю вспомнить о символе грядущего года, определить, что ему нравится, что нет, и на основе полученных знаний собрать необычные образы. Для тех, кто не верит во все это, заранее сообщу, что в ролике также покажу образы, которые не вписываются во все астрологические нюансы, но также имеют место быть. Кстати, все ссылки на вещи вы, как всегда, найдете в описании под видео. Согласно восточному гороскопу, символом 2024 года станет зеленый деревянный дракон. В китайской мифологии это существо символизирует власть, благородство и успех, а зеленый цвет – гибкость и податливость. Считается, что в новогодний праздник важно вести себя так, чтобы порадовать его покровителя. Например, накрывая праздничный стол, лучше отказаться от блюд, которые, согласно поверьям, ему не нравятся, а одеться в новогоднюю ночь и украсить дом нужно в тех цветах, которые, по легенде, любит деревянный дракон. Что надеть, чтобы понравиться дракону? Встречая 2024 год, год дракона, стоит забыть об одежде в пастельных и темных тонах, о строгом покрое и деловом стиле. Новогодние наряды должны быть из дорогих и эффектных тканей – бархата, шелка, парчи, атласа. А главные цвета вечера – красный, золотой и зеленый. Чем ярче будет ваш наряд в новогоднюю ночь, тем лучше, считают астрологи. Представителям огненной стихии – обнам, львам и стрельцам – они рекомендуют надеть одежду цвета красного или розового золота. Мужчинам не обязательно облачаться в малиновые пиджаки, но что-то алое точно должно быть. Земным знаком – козирог, телет, дева – стоит выбрать одежду цвета желтого золота или с коричневыми оттенками и металлическим отливом. Пайетки и стразы приветствуются. Рыбам, ракам и скорпионам – стихия вода – можно уделить внимание серебру либо белому золоту. Теперь точно можно достать то самое платье, как диско-шар. А воздушным знаком – близнецы, весы, водолей – нужно быть в ярких голубых и сверкающих цветах. Аквамарин, электрик, небесно-голубой. Если эти оттенки вам не к лицу, отдайте предпочтение просто зеленому. Тут каждый сможет выбрать что-то себе по вкусу – от ярко-салатового до более спокойного оливкового. Не стоит забывать и о блестящих аксессуарах. Запонки, подвески, эффектные большие серьги, заколки – все должно быть таким, чтобы дракон обратил на них внимание. Для мужчин классический костюм – серый, темно-синий, бежевый – является оптимальным для любого праздника. В год дракона лучше оживить его красным аксессуаром – носовым платком, галстуком или носками. Тем же, кто признает костюмы лишь в официальной обстановке, можно надеть, например, светлые брюки и шелковую рубашку или тонкий джемпер. Каких цветов стоит избегать в новый 2024 год? Темно-коричневый – считается, что его дракон особенно не любит. Темно-желтый – в китайской традиции этот цвет принадлежал императору, являясь символом могущества и силы. Белый – в древнем Китае он символизировал смерть, а дракон, наоборот, является горячим приверженцем жизни. Теоретическая часть подошла к концу, а теперь давайте как-то поработаем с этой информацией. И начну с водных знаков. Вот два абсолютно разных платья. Первая подойдет на худенькую девушку с маленьким размером груди. И это сейчас не фэт-шейминг, а констатация факта. Порой в комментариях к таким видео мне прилетают сообщения на подобную тематику, и я просто не понимаю, в чем их смысл. Если человек полный, это не значит, что он не имеет права выглядеть достойно. Безусловно, существует большее разнообразие одежды меньших размеров. Однако, если знать свои нюансы и прибегнуть к стилистическим хитростям, можно выглядеть классно, независимо от веса. В своих видео я всегда даю только советы, а не наставления. Если человек в здравом уме, он прислушается ко мне и выберет наряд, чтобы подчеркнуть свои достоинства. Вернемся к платью. В отзывах на него явно видно, как оно смотрится на разных фигурах, и мой комментарий ранее точно об этом. Если вы хозяйка не суперидеальной фигуры или идеальной, но большего размера, предлагаю обратить внимание на соседнее платье. Такой фасон очень удачный. Если грудь небольшая, качелька на горловине скроет этот нюанс. Если есть животик, его можно скрыть небольшим нахлестом в области талии с помощью пояска. Следующий металлический образ можно составить с помощью необычной юбки. Давайте попробуем повторить эти референсы. И вот такая ситуация складывается. Под короткую юбку отлично подойдет рубашка в контексте праздника. Рубашку можно застегнуть и воротник обыграть каким-то аксессуаром, например, парной брошью на уголках воротника. Или объемным массивным украшением. Или можно повязать на шейный платок под рубашку, а верхнюю пуговицу расстегнуть. А также имеет место быть глубокое декольте, чтобы сделать образ пикантным. Вы можете расстегнуть рубашку, как показано на референсе, если можете себе такое позволить. Тогда как юбка в пайетках более органично и стильно будет смотреться с футболкой. И тоже нюанс. Не майкой, а футболкой. Разница есть. Короткая юбка, и снова я не про все короткие юбки, а конкретно про эту, будет выигрышнее смотреться на хорошей фигуре. Она сядет как надо. Если есть моментики в виде живота, подойдет первый фасон. И обратите внимание на следующее. Если вы слегка в теле, то юбку в пайетках выбирайте именно миди, не короткую. Потому что таким образом вы только привлечете лишнее внимание к местам, которые хотелось бы скрыть. Такие юбки можно обыграть в подобных образах. Конечно, на Вайлдберрис сложно что-то интересненькое найти, но я уже привыкла. Вместо топа с люрексом я нашла вот такое платье. Поверх него надеваете короткую юбку, и образ смотрится интересно. С одной стороны, вы будто бы в боди. С другой, даже если подол платья будет слегка виден из-под юбки, ничего страшного, все равно это завершенный ансамбль. Либо платье можно будет слегка приподнять, образовав нахлест тоже вариант. К юбке миди из пайеток поверх футболки добавляем жакет, и вуаля, уже более выходной образ. На текущий момент такие юбки дикий тренд, они есть у многих, но если вы присматриваете себе такую покупку к празднику, она имеет место быть. Главное, не забывайте о деталях и обыграйте свою обновку наслоенностью и смешением стилей. И так как в данном блоке видео я подбираю наряд для знаков зодиака водной стихии, прислушаюсь к астросоветам и выберу вот такие вещи для комплекта. Старалась найти лунгслив и жакет в тон друг другу, а также с хорошим составом и по нормальной цене в реалиях в Альдберрис. Лоферы порадовали, ибо по такой цене я нашла из натуральной кожи, и на мой взгляд они очень подходят образу. Украшения сюда я бы не добавляла, тут юбка главный акцент, с парнями все проще и от этого сложнее. Это мой первый опыт подбора образов для парней, за референсы я взяла вот такие вот фото, а теперь что же нам предложит Вайлдберрис? К сожалению, магазины одежды думают, что парни не любят наряжаться и не следят за модой. Это не так, но, увы, парни страдают от дефицита выбора. Нет, в моем окружении достаточно парней, которые следят за всеми трендами и новыми веяниями. Именно от них я знаю, что многие модные позиции они покупают в женском. Одели ровно, как и девушки, лучше пиджаки а-ля с мужского плеча приобретают в мужском. Так что к первому образу блузку я нашла в женских вещах. Тут нужно смотреть размер и обхват груди и приобретать такие вещи на размер больше, чтобы не жало в рукавах. К образу для водного знака подойдут брюки в сером оттенке и их мы позаимствуем со следующих образов. Обычный серый костюм я искала очень долго. Я думала, что для девушек сложно что-то найти, но для парней и вовсе будто бы выбора нет. Ребята, если вы сейчас меня смотрите, напишите в комментариях, какие подборки сделать для вас. Буду рада помочь. Вот два более-менее адекватных костюма и по цене, и по составу. В немного шоковом состоянии напомню, что мы повторяем этот референс. И нам нужно найти майку-сетку и цепь. Чтобы вы понимали, если бы это было не видео, а стрим, где вы бы в реальном времени наблюдали мои поиски, клянусь, образ снежинки бы растаял. Снова полезла в женские вещи. Вот два варианта, которые могли бы подойти. Один топ без рукавов и праздничный со стразами. Второй вариант просто сетка и короткий рукав. Это дает надежду на то, что может подойти на мужскую фигуру. Слово, цепочка на шею тоже женская, так как магазины считают, что самая массивная мужская цепь должна выглядеть вот так. Для следующего образа нам нужно найти отдельно брюки и необычный пиджак. Вот даже не буду ломать голову, и пиджак в пайетках сразу буду искать. Сами догадайтесь, как. Ребята, напоминаю, такие вещи нужно брать на размер, несколько размеров больше, у вас более широкие плечи и обхват предплечья. Если вы приобретаете брюки и в них не ваша длина, не пожалейте денег на ателье, ушейте их под себя. Эти брюки можно использовать к первому референсу с блестящей рубашкой. К образу подойдут либо лоферы из натуральной кожи, либо светленькие кроссовки. Ну и вишенка на торте, кулон. Давайте теперь посмотрим, что-то стильное для земных знаков зодиака. Буду пробовать повторить эти референсы. Образ несложный, тут изюминка в блестящих рукавах. Их я найти не смогла, но нашла альтернативу перчатке. Вот результат. Теперь ищем либо очень оверфутболку, либо объемное платье с коротким рукавом, а точнее до локтя. И придерживаясь астросоветов, я ищу желтую или коричневую. Тут можно либо в схожем цвете перчатки подбирать, либо в контрастном. Обе версии будут крутыми. Также к образу я бы добавила какое-то украшение на шею, а из обуви ботфорты, либо что-то более брутальное и вязаные носочки. Следующий референс. Он может показаться очень простым, но я все же вдохновившись этой идеей, нашла следующий комплект. Так как наше трикотажное платье в талии по фигуре, разумнее всего присмотреть аккуратный хлопковый подъюбник, а для платья в пайетках очень необычно будет смотреться пододетая замшевая контрастная юбка. Как считаете? Для парней можно присмотреть необычную блузу без рукавов, атласную или шелковую и нестандартные брюки, которые мы вряд ли найдем, но попробуем во всяком случае. Блузку нашла снова в женском отделе, и земным знаком зодиака предлагаю в бежевом цвете, в оттенке желтого золота. Брюки на выбор. Есть более классические, есть более трендовые. И еще один нестандартный образ для парней. Водолазка, брюки, перчатки. Обычное название изделий на холодный сезон, но если поиграть с текстурами, получится необычный результат. Пара водолазок с хорошим составом и по приемлемой цене. Рукава найти было нереально, снова схитрило. Это перчатки. На мой взгляд, вторые подходят замечательно, я бы только отпорола кружева. И снова напомню парням, что такие вещи нужно брать на размер больше. Образ украшен несколькими цепочками разной длины. И в завершении всего ансамбля интересные туфли из натуральной кожи. Медленно, но верно мы приближаемся к образам для воздушных знаков. Близнецы, весы, водолей. Для поисков я вдохновилась этими образами. Цвета не те, но никто не говорит, что мы найдем точно такие же вещи. Итак, для первого образа будем искать пайетки и перья. Вот парочка сверкающих платьев и юбка из перьев в тех цветах, которые сочетаются между собой. Для того, чтобы добиться похожего образа, необходимо всего лишь заправить платье в юбку на боку. Чтобы не было больших складок и наряд смотрелся гармонично, я выбирала достаточно короткие и не слишком объемные платья. Мало вариантов? К сожалению, это все, что может Валберис. И юбка из перьев хоть немного подходящего цвета единственная. Для завершения образа подберем туфельки в цвет юбки. Но не платье, так как оно из пайеток и должно быть центром событий. Если так можно выразиться. Тут советую подбирать естественные макияж и прическу, а от украшений лучше отказаться. Разве что добавить серьги и гвоздики. Так образ не будет перегруженным. Второй референс также не обошелся без пайеток. И вот альтернатива. Как видно, в моих предложениях юбки разной длины. Металлизированный образ дополняется объемными серьгами в виде змеи или вообще символа грядущего года дракона. И если у вас уже возникает вопрос об обуви, вот несколько вариантов. Для парней припасла следующие референсы. Первые три похожи между собой, а четвертый немного, но отличается. В образе задействована очень женская блуза, но все сбалансировано брюками каргу. И мы поступим так же. Чтобы попробовать следующий комплект, я начала с пиджака и брюк. Кстати, один пиджак велюровый. А вот с блузами и рубашками немного сложнее. Тут либо выбирать что-то прозрачное и отдельно покупать термонаклейки. То есть эти цветы можно прикрепить утюгом. Предупреждаю, что шифоновая блуза под таким градусом может расплавиться. Поэтому лучше приклеивать декор через марлю или хлопковую ткань. Либо не сильно заморачиваться и выбрать блузу с принтом. Но на Вайлдберрис таких мало и они чаще в белом цвете. Наконец, обсудим образы для огненных знаков. Я как раз отношусь к таким. Огненные знаки горячей натуры. Поэтому для девушек я подобрала вот такие референсы. Первый образ повторить не так уж и сложно. Второй костюм велюровый. Можно хорошо сыграть на контрасте с топом из стразов. С топами все же получилось нелегко, но я нашла такие. Если у вас возникает вопрос, как носить короткие топы качели, знайте, есть специальный скотч для таких случаев. А если ваша кожа не склонна к аллергии, то недорогая замена канцелярский двухсторонний скотч. На него зафиксируйте ткань на нужных местах к телу. И все. И украшения. Следующий образ не менее откровенный. И тут нужно понять, сможем ли мы найти сетку. Сетку нашли. Под нее ищем самые простые юбку и топ-бра. И так как астрологи считают, что дракон любит красный цвет, я нашла жакеты в таких оттенках. Сюда прекрасно впишутся лодочки в тон жакету. Парни, а для вас я предлагаю такие референсы. Как вам? Надеюсь, нравится. Костюм тройка в красном оттенке. Либо жилетку можно заменить рубашкой в тон. Также на референсе можно заметить массивные ботинки и чокер, будто бы из речного жемчуга. И завершающий астрологический вариант наряда для парней на Новый год. Снова кажется, что все просто, но возможно мы не найдем такой свитер. Брюки берем классику, а со свитером беда. И я могла бы отказаться за кадром от этого референса, но я не привыкла сдаваться. Плюс референс дан для вдохновения. И на своем примере решила показать вам, как с этим работать. Итак, что мы видим? Парень в классических темных брюках и в свитере с красным анималистичным узором. Чем нам так нравится этот образ? Тем, что свитер хоть и не стандартного мужского принта, не каждый парень рискнет. Однако в контексте цепей и каменного сатуара внушает стиль. Ну а ремень ДГ дает явно понять, что над образом старались суперстилисты. От этого он такой и удачный. Конечно, в реалиях Валберис мы вряд ли найдем Дольче Габбана. И в принципе даже женского свитера с таким принтом мы не увидим. Но давайте поэкспериментируем и подыщем что-то в красном оттенке. Что-то такое, что не будет выглядеть слишком дешево, как здесь. Вот на мой субъективный взгляд небанальные принты. Да, снова женский отдел и они даже без горла, но таковы реалии. Расстроившись по поводу горла, я снова заглянула в референс и обнаружила, что на парне-то наслоенный верх, на нем черная водолазка, а поверх свитер с принтом. И легким движением руки добавляем водолазку и себе. Миксуем два разных сатуара. Кстати, я нашла точно такой же ремень, но это все шутки. Предлагаю обратить внимание на варианты с менее узнаваемыми пряжками. Как и обещала, небольшим бонусом покажу несколько интересных вариантов нарядов для девушек, которые попались мне на глаза. Эти платья очень женственные, все, но каждая из них со своей энергетикой, со своим посылом. Впрочем, абсолютно любые образы из этого видео можно рассмотреть в другом цвете и сочетать с другими вещами. Мои рассуждения об образах для людей разных стихий – это игра. Всегда все можно поменять. Надеюсь, я кого-то вдохновила, может, кому-то даже помогла. Желаю вам подобрать самый лучший, самый крутой наряд для вашего праздника. Всем прекрасного настроения и пока-пока!